Вся наша энергосистема подготавливается к возможному разделению сперва, а потом к реализации. Изменению реализации, продажа, такое немножко базарное слово, но хорошо назовем то же самое явление, более культурное. К смене формы собственности, переходу от государственной к частной. А если становится такая форма собственности, частная или как хотите назовите, то главный смысл ее существования это получение прибыли, а не решение проблем населения или всей нашей жизни, учитывая важность энергетики. И мы с вами, собственно говоря, не сотрудники прокуратуры, не суди, чтобы давать характеристики таким деяниям. Мы просто напомню, граждане, совладельцы, пока сегодня мы совладельцы этих сетей, они принадлежат мне, вам, вам, пусть в маленькой, но доле. Значит, эти процессы подспудно, с отвлечением внимания, происходят без нашего согласия фактически. Нас дурят и фактически меняют собственность. Завтра я перестаю быть собственником, теперь спроецируем это просто на бытовой пример. Ваш дом продан без вас, утром вы приходите, ключ другой, хозяин другой. Ну, знаете, это часто по телевидению показывают, чем кончаются подобного рода сюжеты. То же самое просто в крупных масштабах. Предположим, что эти вопросы решаются без умысла злого, так, как решаются. А по некомпетентности, а порой и по глупости принимаются такого рода решения. Тогда, наверное, сделаем следующий вывод. Может, лучше собрать всех граждан адекватных. Неважно, они во власти, они в оппозиции и тому подобное. Совершенно неважно. Главное, их критерий, наверное, должен быть адекватность и понимание того, что происходит. Ну, раз это кризис, то соберем кризисный штаб, наше любимое времяпровождение последнее штабы собирать. Решения этого штаба, предположим, что обладают силой, равной закону. Может, даже еще выше, как конституционный закон. Если этот штаб и его решения охватывают все слои населения, то его же решение об необходимости платы за электроэнергию – это важнейшее решение, принятие которого мы сегодня так легко обсуждаем, но потом столкнемся, как трудно его реализовывать на примере других соседних с нами стран. Тогда никто не сможет отказаться. Все эти наши демонстративные «а я платить не буду» и так далее. Платить надо, к огромному сожалению. Нет того у нас социального государства, которое было раньше и тащило, которое на себе ввоз всех этих проблем. То, чтобы эту гражданскую, в скобках, войну, касающуюся поднятия тарифов, то лучше такое коллективное решение принимать. Продолжу задавать вопросы, которые меня интересуют. Может, они только меня интересуют, но я сомневаюсь. Учитывая национальный масштаб этой проблемы, а правильнее назвать бедствие, тогда у меня вопрос, соответствует ли юридическая форма группа «Черномор Энерго» масштаб этой задачи, которую ей надо или предстоит решать. В уставном положении группа всегда фиксируется, что она создается для получения извлечения прибыли, да, для государства, но в какой-то его часть. Теперь мы понимаем, реалии таковы, что для кого-то прибыль важнее, а для кого-то сохранение системы вообще под нашим контролем еще более важно. Значит, вопрос «Юрформа» соответствует, повторю, тем задачам или тем надеждам, которые мы возлагаем на РУ. тогда вопрос, и я продолжу, как бы, а вообще получение прибыли должно быть ключевым для «Черномор Энерго». А способен ли Кабинет Министров решать подобного рода масштабные проблемы при таком структурном построении своем, насколько оно соответствует нашим проблемам? Ведь проблемы не только в энергетике, как выяснилось, много еще где. То есть, такой догматичного вида вот этой архитектуры, этой Кабин, видимо, уже не успевает решать, отвечать, вернее, на вызовы современности. Ответов пока нет. Что главное в этой стране? Это касается уже не только энергетики нашего несчастного «Черномор Энерго». Что важнее, прибыль или человек и его проблемы? Похоже, нам нужен внятный, понятный поворот к более социально ориентированной политике. Не на словах, а на деле. Государство, которое, в свою очередь, сохраняет свой контроль в стратегических, жизненно важных отраслях. Вот государство наше, государство, хозяин, и то, что оно получается с эксплуатацией, оно вкладывает в свое население, а не в прибыль инвестора, не в погашение своих задолженностей перед непонятно кем. Если общество начнет обсуждать подобного рода вопросы вот в таком направлении, по-настоящему важными, может, нам не придется становиться всем «периодически электриками» в кавычках и обсуждать сечение очигварского провода и так далее, то, что мы обсуждать, собственно говоря, и не должны. Продолжим о вопросах. Опять назойливое слово «инвестиции». Ну, главное в этом, это же не догматы об инвестициях, инвесторах, инвестиционной политике. Главное, это, чтобы сохранились структуры государства в руках народа Абхазии. Никого больше, никто не имеет права решать за нас, за народ Абхазии, кому принадлежат ее эти структуры, эти ресурсы. Никто, повторюсь, это написано в Конституции, это написано в Конституции политой кровью, если кто-то забыл или кто-то стер эту кровь с этой книжки. Хотел бы напомнить, мы не можем допускать сюда инвестора из любой страны, когда размыты контуры собственности государственной. И подсюда тогда лозунг небольшой. Прозрачные, некоррумпированные правила игры всем понятны. Вот это наше требование. Ну и, соответственно, видимо, и спасение в том числе. Продолжая задавать эти вопросы, видимо, в основном самому себе или своим соратникам, тогда вспомним, что все наши проблемы с энергетикой, так или иначе, касаются сопредельных с нами стран. Мы боимся вспоминать страну на востоке, но хорошо обратимся к нашим отношениям с нашим другом на севере. Может, пора набраться смелости и задать себе вопрос. Если мы подписываем заведомо ущербные для нас соглашения с нашим партнером, другом, может, надо провести вообще тогда их аудит. Почему, если подписанное соглашение озвучивается в обществе, вызывает бурю негодования, политический кризис, виноваты не правительство Российской Федерации? В данном случае, понимаете, о чем я, естественно, на пицунском вопросе. Значит, виноваты мы и не так подготовившие это соглашение, давшие неправильные координаты, давшие неправильную трактовку. Ну тогда, если это, напомню, повторяется не только, речь идет о пицунском вопросе, который даже стыдно, что он вышел на столь высокий уровень и так широко муссируется не только между Россией и Абхазией, между партнерами. Кто-то за Ингурии тоже читает это, слышит, злорадствует. Еще где-то не все страны нам дружествуют. Это стыдно должно быть нам в первую очередь. То же самое касается наших отношений. Сейчас не хочу даже на камеру озвучивать по некоторым другим важнейшим договорам, где не пришли к тем ожидаемым результатам, которые закладывались при подписании. Поэтому посмею себе озвучить слово аудит международных международных, межправительственных соглашений. Лучше мы будем честны и открыты перед нашим партнером. Сейчас, с одной стороны, надо помнить, конечно, о нашей масштабности нашего друга и, казалось бы, нашей немасштабности на мировой карте. Но для нас мы живем здесь. Самое масштабное, что у нас в руках есть, это мы, народ Абхазии со своим государем. Это все затмевает для нас остальное. Должно, по крайней мере. Ну, а догмат и о том, что раз сказал российский партнер, нам нужны только инвестиции, это догмат. Догмат приветствуется только в религии. У живых партнеров настоящих, настоящих, у живых людей, вот, выйдем на улицу и спросим, любые отношения должны, помимо догматизма не приветствуется, но они должны быть открытыми. Если что-то не нравится, надо об этом проговорить, сказать и принять какое-то, соответственно, правильное решение. Почему нам не позволено отстаивать свой суверенитет? К нашему стыду, не побоюсь сказать, можете к россиянам это адресую. Стыдно, что нам это приходится обсуждать публично. Мир, который полон наших недругов, не должен слышать, что у нас есть какие-то проблемы. То есть эти проблемы настолько оперативно должны решаться. Если вернуться к проблемам энергетики, то главный постулат – все мы можем, на все есть у нас и способности, и, как выяснилось, и возможности. Не надо обманывать свой народ. Мы хозяева ситуации в данном случае, в данное время. И то, что происходит сегодня, фактически, немножко выражусь, может, не культурно, оно попахивает грабежем собственного населения. Либо мы отрезвимся и примем правильные решения, останемся хозяевами. Мы можем много чего сделать. Я сейчас не хочу повторять своих коллег. Есть пути решения. Надо слышать друг друга, и все решим, мы все вместе, не будет у нас никаких кризисов, все будет нормально.